В результате контрольно-аналитических мероприятий, проведенных на предприятии Бреста «Облавтотранс», были выявлены многочисленные недостатки и нарушения. Факты последних зафиксированы при проведении госзакупок, выплате заработной платы и выдаче премий, введении бухгалтерского учета и отчетности. Повышенное внимание при проверке прокуратура уделила исполнению директивы номер 3, особенно в части дебиторской задолженности. Как было установлено, к сожалению, в первом квартале текущего года, по сравнению с первым январем, имеет место рост как просто задолженности, так и просроченной дебиторской задолженности. Анализ причин и условий образования этой задолженности показывает, что, к сожалению, имеет место и неналежащее исполнение должными лицами своих обязанностей. Так образуется задолженность, имеет место факты возникновения ее, например, еще с 2014 года. Однако меры по взысканию, будь то в судебном порядке, будь то в претензионном порядке, принимались далеко не во всех случаях. Выявление фактов нарушения требований законодательства – важная, но не единственная задача, которая стояла перед контролирующими органами при проверке областного перевозчика. Брестоблавтотрансу необходимо искать резервы для снижения затрат, уменьшения нагрузки на бюджет. Безусловно, не в ущерб потребителям. По результатам работы специалистов сформирован ряд мер, которые позволят предприятию достичь цели. Нами выработан ряд направлений, определен ряд ключевых направлений, по которым, на наш взгляд, есть резервы по снижению себестоимости. Прежде всего, это в целом структура и система организации управления транспортной областью. Как показали результаты проверок, как таковой именно системы однородности в данном вопросе нет. То есть, в каждом регионе есть существенные отличия. Они у нас, структура управления отличается как на уровне области, так и в целом по республике. Соответственно, где-то возможно объединение, упразднение каких-то организаций, исключение лишних функций, приведет к сокращению затрат. Следующее направление, это в том числе оптимизация маршрутной сети, которой, как показали проверки, на сегодняшний день уделяется, скажем так, недостаточное внимание. В случае принятия и применения на практике озвученных предложений, Брест-Облоавтотранс сможет снизить свои затраты по оценкам специалистов на 10%. В денежном эквиваленте это равно 60 миллиардам белорусских рублей.